итак ребята продолжим начнется но мы с ним начнем сначала и так жанга когда мы работаем связаны представления модель templates мы с вами это разобрали вот это надо понимать да это надо видеть и это мы подтвердим с вами на практиках я сказал только я буду свое искать сайт bov spb-tut.ru это сайт временный просто можно онлайн наблюдать как делается сайт да он будет постоянно меняться но все-таки не забывайте что этот курс я не планировал а так как я хочу вытворить вот эту новую систему я ее описывал что я хочу внедрить школу из нового да вот то что я рассказывал до этого сейчас немножко отвлекусь просто вы понимали как это классно я вам зачитаю вот вот я писал понимаете в чем проблема когда разработчик более опытный понимаете когда просто делал сайт это одно а вот когда хочется внедрить эту систему а внедрить я хочу в новую школу то что отработано да но как я планировал и вот сейчас немножко отвлекусь все-таки чтоб вы поняли чего бы я хотел чтобы уже новички начинали да не теряли эти годы ужас написал их глаз радуется принципе нормальный интерфейс и я это и так знаю что мне тоже он понравился потому что потому что работали очень долго это на 15 интерфейс 15 интерфейс очень тяжело рождался на самом деле 15 интерфейс да потому что жена приходила и говорила вот тут будет фотка чтобы тогда было это не так и это не так но в конце концов сошлись то ну и потихоньку будем делать так вот так вот ребята все будет доступно в один клик кабинета четкое расписание планов вот это действительно опять я ну благодаря многому ребятам хотя в принципе здесь в школе то все понятно да кто разберется да это тоже все крутящиеся значки и вот ссылки пошел но этого мало как видите вот смотрите вот я пишу вот вроде разъяснить джанга простая вещь да я это знаю но сколько слов пришлось потратить и надо ведь направить то изучать изучать вот именно поэтапно да вот я хочу вот показать что вот так я вам рассказываю поэтапно направлять давать примеры то есть ну круто да согласитесь плюс еще направлять вопросами отдельный раздел как устроиться на работу планирую чтобы ребята готовили будем реальные темы вот эти штудировать да ну поиск то есть использование опять же вот начал курс да сам то думаю ну как лучше теги использовать посмотреть так надо брать и писать код думаю пока где-то напишу ребята будут писать я как раз для себя пойму что я хочу для себя да это все все сложно плюс в школе будет водиться мы начали были машинное обучение но сегодня вот допустим вот смотрите вот берем там допустим магазин 21 век или любой или или там это совершенно разные ресурсы за век точка бай но ведь смотрите сегодня это применяется уже везде да по сути дела когда мы выбираем некий товар то у нас внизу там будет выскакивать до мышь там logitech исходные товары на но про сейчас не выскочил чего-то но обычно выскакивает да но подняли так вот по сути дела это скикет леран этого достаточно ведь это можно делать нам а на малых сайтах и возможности использования здесь большие то есть применение искусственного интеллекта мы этим займемся потому что я начал был искусственный интеллект в школе начал был скорее всего правильно но тогда еще но не думал на тот момент как буду применять начал с numpy да а там около 400 библиотек на самом деле теперь все понятно теперь моя задача просто показать как вот использовать да а идея то меняй допустим я собираюсь применять чтобы выводила сопутствующие вещи вот есть человек изучает допустим ооп да там проходит первый метод то понятно что ему надо обязательно изучить метод супер если его пометь определенным тегом то он выдаст и человек уже автоматом это изучит вот это я хочу сделать все в новой школе да но все не так быстро сайта ты размещал на самом деле больше для себя вот они для вас что думаю буду делать буду смотреть и как раз пока делаю видите сколько выплывает вещей очень много да и это уже чистая практика кстати вот как раз спрашивал парень как у вас практика ведет школа к разработке продукта но идем мы спокойно да от простого к сложному ладно давайте не будем отвлекаться а извините я поставил кофе телефон заюшка но басик меня поборол да не обудить не пойду жалко ну все жена звонила я написал что басик наш котик меня поборол но любим нашего котика вот они ну у собак есть хозяева а у кошек есть прислуга да это правда ладно не будем отвлекаться ребят а вот сейчас очень важная вещь если вы наблюдая за дмитрием нагом да вот которому я помогаю в школе потому что он выполняет домашние задания то согласитесь что конечно другие участники которых возможно меньше времени столько нету но они получают пользу пользу да когда он работает рассматривает те же формы да я вам там те же формы он рассматривает да то есть описывать то есть многие ребята от этого конечно получают большую пользу вся школа в этом и смысл школы да надо быть группе это помните это самое важное и в группе еще одна подсказка отдельный gmail и создавайте папки пришло сообщение сейчас по форму все вперед положили потом вернете хотя смысл такой школе что каждая рубрика она при привязывается к уроку конкретно поэтому а вот сейчас ребята я хочу вас и попросить и показать ваши выгоды вот это вот прочитаете да вместе резюме вот я это в принципе писал для эдуарда и для других ребят которые в принципе немножко обижают сами себя в первую очередь да и не не хотя не хотя не хотя ни в коем случае никого не обижают нет не так подумать просто смотрите ребята очень важно делиться кодом делиться кодом вот вас что-то делается да прочитаете да и вот смотрите вот дима нак или там сергей сачи или там есть володя фомичева вот они делают но ведь их могу растет они видят что это помогает другим людям и они это дает много сил и для следующего шага для для этого делиться надо и вас я хочу попросить ребят кому нравятся мои уроки я хочу помочь вот решил вот буду считать миллион людей на пожалуйста вот этими видео поделитесь в удобном вам формате напишите там как хотите где вам удобно участники школы особо прошу вас это сделать потому что как видите я я стараюсь да то есть конечно можно сказать да хрен тебе боссуновский но ребят я же ничего не сделаю понимаете а представьте было мое отношение а хрен вам да нет мы ни к чему не придем давайте делать таким образом чтобы понимаете вот у меня изнутри идет просто помощь вот я хочу помогать хотя путь школы до пожинили доступа ведь это финансово не выгодно поверьте мне просто напросто я понял что человек должен научиться у кого-то там сегодня дела завтра пришел кто-то там созрел к чему-то да но я четко понимаю что я веду школу к программным продуктам да то есть где можно писать продукты и в данном случае данном случае прочитайте эту статью свое могу да я же объяснял здесь вот я эдуард написал что видно что никогда не продавали да а вот здесь я описал вот что значит когда вы делитесь происходит ведь это написано пусть вот я я человек не религиозный но это написано вот в беседе мотовилова это проговаривается написано библия это написано в тысячах книг я просто объяснил это по своему то есть когда вы делитесь да то что вы получаете это не убеждение а вот попросить поделиться этим видимо это я вас прошу да выступить в роли волонтера кому помогло помогите школе вы поможете мне у меня будет немножко больше энтузиазм будет больше людей это будет интереснее круче и лучше да то есть не будьте вот такими скопердями пожалуйста сделайте это то что я вас прошу да поделитесь спасибо большое а теперь а теперь ребята давайте ка еще один аспект рассмотрим вот здесь мы кое-что забыли пока формы не трогаем мы забыли url нам же надо какой-то адрес вот есть страница да но есть у нее какой-то адрес и если мы откроем url да ну бывает так вылетела данные что страшно то мы можем посмотреть так то есть url указывается да на самом деле ребят а вот посмотрите да почешите там голову и просто подумайте ведь это же функция эта функция питон именно поэтому мы легко работаем просто указал указав наш файл представления и указав название нашей функции в данном случае данном случае демо вилл это в общем это немножко не то я показал на демо вилл да да демо вилл а это уже метод который выводит да то есть это функция python поэтому все очень просто одна функция при обращении вот человек нажал ссылку все пошел процесс вот эта функция начинает обрабатывать вот эту функцию все а это показывает что делать банально просто согласитесь но мы с вами хотели то есть url в если мы посмотрим чем связан абсолютно верно url у нас в первую очередь связан с самим представлением да то есть это тоже является функцией которая обрабатывает вот эту функцию вот и все все просто вот что я хотел продолжить модели представления template url имеет еще внутреннюю структуру да то есть имеют основные части внутри себя ну само проще это рассмотреть на основе модели да это просто проще остальное все понять не будет если мы возьмем модели ну давайте вот размышлять давайте размышлять как мы должны воспринимать вообще модель надо взять посложнее модель надо взять посложнее модель чуть-чуть ну возьмем абстрактную да значит ну вот смотрите здесь давайте вот так объяснил вот смотрите сама модель да вот у нас есть модель артикли и мы с вами разбирались ведь надо как-то выбирать с таблиц данные да там либо все выбрать либо частично либо либо выбрать там только дату надо значит иными словами внутри себя внутри себя модели и каждый из видов имеет тоже определенные опции то есть по сути дела как бы понимание джанга делится на два первое первое основное понимание как вот то что мы рассматривали между собой связаны модели представление url шаблоны да но кроме этого каждый из этих вещей из этих блоков модель представление url template представляет собой и инструменты ну например ну например не например а конкретно давайте еще раз посмотрим функцию потом продолжим да надо выбрать надо выбрать да данные но кроме этого давайте мы посмотрим вообще на модель но уже на более сложную модель имеет определенную структуру вот более полная структура будем говорить так более интересная но вот здесь да вот модель но как мы заметим она имеет структуру и эта структура и есть внутреннее понимание что нужно понимать о модели например джанго разработчики написали от чего наследуется то есть уже по минимуму новичок стопишь себе наследование изучаю а вместе с этим вместе с этим здесь останавливаюсь я ребята это важно это важно а вместе смотрим вы вместе этим отвечаем себе на еще на один вопрос более важные вещи я пишу в контакте да так важные новости школы сейчас да по ходу вот это расскажу если вы занимаетесь программируем ребят то пожалуйста задумайтесь о приобретении я это не относится к но по ходу да второго монитора вам будет очень удобно и вы себе скажете что а как я работал вот я работаю сейчас двумя мониторами да почитаете потому что будет удобно вы будете работать с документацией а знаете как кайфово открыл гитхаб да в одном мониторе во втором пайчаром работаешь кайф ловишь то есть это важно это важно да поняли вот и вот эту запись я сейчас вот как раз под стать дам да вот мы с вами затронули наследование и это как раз выплывает вот здесь есть видео да а сейчас еще написала что написала кто они что победили котик наш так вот сейчас секунду и что что за они спят на шкафу так они я оставил их в этой комнате они меня обмяукали обмяукали все пришлось открыть дверь ну сейчас вот допишу курсы опять с собой возьму Чтоб она не спала, чтоб ночью спала. Ну все, давай я пишу. Пока никак, пока спит. Ну все. Ой, тьфу ты, я забыл. Но уже не буду переписывать. Так вот, ребята, послушайте. Это мы про кошку говорили. Послушайте это видео. Вот здесь как раз таки я и рассказал, да, почему важно изучать два языка. Это относится к многим ребятам, которые собрали стать профессионалами. То есть вам много ссылок надо будет изучать. Отнеситесь к этому серьезно. Есть видео. Просто я показал, что на самом деле, если брать, вот что, когда вы будете рассматривать Python, понимаете, почему надо изучать два языка. А вот, вот она мысль сейчас пришла. Смотрите. Наследование Python. Новичок сразу со мной после этого набирает. Молодец. Молодец. Ну, допустим, наследование Python. Пока вы будете изучать один язык, вы будете, да, вот так вот наследуется, да, все это мы разбираем в школе, и нет, все. Но это не тот уровень. Когда вы начинаете изучать второй язык, вы находите немножко на другой уровень. Смотрите. И так я начал давать именно в Kotlin сайте, идти именно таким образом. То есть выводите вас уже на более высокий уровень. Давайте возьмем, сейчас наберем ООП. Когда вы начинаете изучать второй язык, вы выходите вот на этот уровень. То есть если раньше вы просто говорили о наследовании, то теперь, когда, допустим, вы берете Python, а потом берете Kotlin, как мы и рассматриваем, почему я говорю, изучайте два языка, изучайте Kotlin обязательно, да, по рынкам мы говорили, то вы уже думаете, смотрите, на каком уровне. Ага, наследование. И берем. Смотрите, ребят, фишка. Классы наследования Kotlin. Kotlin поддерживает все. Я уже давал вам статью почитать. Да, вот пошло наследование Kotlin. В чем будет первоначальная паника? Вот то, что я говорил в статье Сергея Осадчева. Вот он перешел этот уже порог. Просто вы, когда начинаете, ребят, кто пил кофе, перестает пить, кто отвлекался, перестает отвлекаться. Если есть посторонние в комнате, кроме животных, там, кошка, собака, да, то усаживаем, вместе с вами слушают, но все молчат сейчас. И слушают. Значит, ребят, смотрите. Когда вы подключаете второй язык, вы, ваш мозг, то есть вы, да, вынуждены переключаться с одного языка, да, смотрите, вот тут наследование, да, а потом в Kotlin наследование. Вас сначала будет смущать, что оно по-разному записывается. Но в конце концов, и там, и там, что происходит? Правильно. Наследование. А наследование, это и есть парадигма ООП. И в основном все языки, которые поддерживают ООП, они поддерживают. Скажите, а какая... Блять. Блять. А какая нахрен разница, как записать, если вы понимаете наследование? Какая разница написать наследование на Python, на Kotlin или на GC? Или там на C++? Или на другом там? Ну, C мы не берем, он процедурный язык, да? Скажите, ребят, да нет разницы. Вы вышли на уровень, что вам надо... Вы понимаете, что такое наследование? Один класс наследует методы и объекты другого класса. А запись не имеет отношения. Вы мыслите уже по-другому. Вот расскажу Хохму. Я вам рассказывал эту историю. И показывал, вот Дмитрий Наха описывал функции высшего порядка. Посмотрите, когда я начинал в 2009 году изучать, да, и говорил, что там парень крутой с Google, да, говорил, что изучите там десяток языков. А Бувшиновский уже усрался и кричит, хоть бы один язык изучить. А прошло четыре года, я думаю... Запоминаем. Блядь, сколько я времени потерял. Ведь все просто. Ведь все языки сходны. Они имеют типы данных, они имеют... Если ООП, то они поддерживают абстракцию, абсуляцию, полиморфизм, наследование и так далее, и так далее. Боже мой. Но я себя лишил эти четыре года, что я этого не понимал. И сейчас... Не допущу, чтобы вы не понимали. Старт вот с этого места. То есть, если у нас дистанция есть, да, вот здесь. Вот мы. Мы стартуем отсюда. Да, а потом вот доходим вот досюда. То я говорю, хрен вам, ребята! Стартуем вот отсюда! Ну, вот отсюда! Вы меня услышали? Вы меня поняли? Готовы потерять четыре года? Если вы сегодня размышляете о приложении, отвечаете на вопросы сейчас, себе. Хотите писать приложение? Да, нет. Да? Это не детектор, это ваше дело. Но мнение все равно. Понимаете, ребята? Здесь дело... Как вам сказать? Каждый человек в жизни что-то хочет сделать хорошее? В молодости я много был, продавал, много был сетевого маркетинга, который меня много научил. Много ходил из двери в дверь. Я все время что-то пыхтел. А потом вот, когда бац, занялся программированием. И вдруг захотелось помогать людям, которые не заканчивали вот этих институтов, да, ну, в душе вот это вот всегда было. Хочу программировать. И настолько, когда вот устроился на работу, пишет, там, вот как мы смотрели, там, недавно вот парень я показывал, написал сайт. Вы знаете, вот ты понимаешь, что ты сделал какое-то дело хорошее. И это прекрасно. Да, да, обидно, конечно, что где-то, ну, это не важно. Но вопрос в том, что ты понимаешь, что это важно. И мне постоянно хочется это делать лучше, лучше, лучше. Видите, начал сайт переписывать, но я к чему говорю, я хочу, чтобы вы меня услышали. Вы можете стартовать здесь, да, то есть сказать, а я не буду второй язык изучать, а зачем тебе? Я вот думаю вот так. Так вот рассказываю историю. Тогда вот когда он писал, я начал Python. Это было правильное решение на тот момент. И сейчас я говорю, начинайте с Python. Почему? Потому что вот что выйдет. Если вы пойдете таким путем, то вы станете охрененным программистом однозначно. Я не понял. Помните, не забывайте, что мы с вами говорили о рынках, да, до этого. Сейчас перейдем к Жанго, не переживайте. Просто, видите, эти вещи, они всплывают. Я же говорю, у меня есть что сказать, понимаете, оно рвется изнутри. И я хочу, чтобы вы это слышали. Я хочу, чтобы вы были там. Пусть вы будете говорить, что там, что там, Бовсуновский старается быть лучше всех, там, и все, ребят, это будет ошибкой, поверьте мне. Если бы я хотел был лучше всех, или там, быть там, показать себя, там, как-то, да, это все было раньше, в молодости, то я бы, наверное, не ругался, наверное, говорил бы как-то там, потому что мне куча. А мне сейчас, грубо говоря, насрать, да, будете вы смотреть мое видео? Нет, я просто знаю, что тот, кто хочет понять, тот будет смотреть, да, и стерпит там мат, и я же не вас, я просто, тут же, извините, но да надо, но славянину надо ругнуться матом, ну надо, ну надо иногда. Потому что первый раз я увидел вообще мат, знаете где? В студии Лебедева. Лебедева, прямо в поисковике было написано долго, дорого, охуенно. И я тут думаю, нифига себе. Ну, ладно. Python, Kotlin, и сейчас как раз с этим вспомнил одну вещь, сейчас в маленький момент потом покажу в джанго. Kotlin, DC, и Java. И дальше все другие языки любые, там CISI, плюс-плюс, они не нужны. Ребят, здесь маленький момент. Сейчас я вас попрошу, вот после этого урока, найдите, когда началась разработка и когда был выпущен язык программирования Go. Вот смотрите, ребят, не будьте вы темными. Когда был выпущен язык программирования Go, а выпущен он был в 2009 году, тогда сменилась эра языков, и языки заняли совершенно иные положения. и это показал Google уже практически. Просто многие говорят, вот сегодня, например, изучай C или C++, да я не против, изучайте. Но я C первый язык выучил, ни разу не использовал. Но, ребят, давайте так, грубо говоря, эти языки надо изучать, когда вы хотите что-то внутреннее, либо библиотеку написать. по крайней мере, вам есть что сказать. А что есть сказать новичку? Да ни хрена не сказать. Поэтому давайте нарабатывать опыт. Придет время, поймете, захочу вот библиотеку на C++ закатать, да и так вы его выучите, зная 4 языка, просто будете на автомате писать. А сегодня мы говорим о том, чтобы приносить пользу людям и зарабатывать деньги для себя, для семьи. Это первая ваша задача должна быть. Ребят, то, что я сейчас скажу, вы можете не воспринимать, да, можете там хаять меня, но просто я вот логически вам объясняю. 2009 год. До 2009 года действительно рулил C. Эра языков C, Java, PHP мы не берем. PHP это временное явление, смысл такой. Был создан первый язык C, да, но я не первый, но говорю так. Тогда создавали, не знали зачем. Потом раз у народа появился интернет, начались там делать простые вещи, сайты, блоги, но пришло время сейчас, да, надо сложные вещи, надо такие языки, как Kotlin, то есть PHP уже просто по привычке, да, старые программисты не хотят, но суть в том, что через 10 лет они останутся без работы, вот и все. Это произошло то же самое, сейчас почитайте, вот много рубрик, кто остался без работы, то, что было 15 лет назад, да, сегодня люди без работы. Так вот, но в 2009 году произошел коренной перелом, был рожден Go, почему? Вы задавались вопросом, почему он был рожден? Да, откройте YouTube и все увидите. Кстати, YouTube написан, знаете, на каком языке? На Python, но сейчас оснастка с Go делается, да? Так вот, в те времена не было опыта и накапливался опыт. Получилось так, что Google, Google писал ресурсы на разных языках. Как вы считаете, легко ли поддерживать проект, на котором один код на C, второй на плюсах, третий на Java, четвертый на PHP, ну, GC я не беру, GC везде нужен, да? Потому что это отдельно, он ко всем языкам, и все языки делают на нее обертку, да? Сложно. И это слова Google. И тогда они решили, ведь у них был опыт и понимание, как работает система. Надо написать один язык, обратить внимание на легкое сопровождение. И в один момент тогда все эти языки ушли в прошлое. Во-первых, проектирование. Это уже довершили, довершили это понимание, вот лично мое, да, разработчики Kotlin. Эти ребята, да, проектировщики. Ребята JetBriens, которые написали очень крутые языки, я давал вам ссылку почитать. Они сказали, прошло то время, когда писали языки C, то есть плюсы, Java для всего. Эти языки не уйдут в небытие. Они идут к системному программированию, библиотекам, но это малая часть программистов. И это программисты, которым есть что сказать. Я не считаю нужным новичку изучать без необходимости, потому что Вася с улицы там цветочный говорит, изучай Си, там, или там изучай плюсы, и все будет круто. Я считаю, что эти языки должны изучать опытные программисты, которым есть что сказать, или есть конкретная работа. Так вот, с рождением Go, это доказано было, Go начал делать оснастки Google на Go, то есть сопровождение стало в рамках одного языка, язык, философия взялась, взятость питон, самый удобный язык, почему расширяемый, и Go так сделал, и Kotlin так сделан, то есть, грубо говоря, вызов времени, они пишут, библиотеку превращают в классы и функции, и поэтому язык будет бесконечным, но сопровождение проектов, раз, и начали писать языки уже, если на Си, да, действительно, там, или на плюсах можно написать все, что угодно, но затраты времени, сложность, сопровождение, само собой, ставят эти языки только в определенные рамки, на плюсах выгодно написать библиотеку, допустим, как PyKT, да, а потом бомбить на питон быстренько приложение, это круто, согласитесь, но ведь PyKT пишется малое количество людей, а используют ее тысячи и миллионы, да, то есть, соотношение, так вот, разработчики Kotlin, если вы почитаете, да, их выступления, то они, в принципе, объяснили многие вещи, первое, живучие языка, я ведь, смотрите, язык в шестнадцатом году стартанул, был на сотом месте, сейчас на двадцатом, то есть, я не знаю ни одного языка, который за короткий промежуток времени, а языков более двух тысяч, и некоторые забвения навсегда, да, будут, языков, которые так быстро стартанули, вызов времени, и они вписались во время, начали писать языки под потребности времени, при этом, не надо считать, что, допустим, Kotlin для развития мобильных приложений, Kotlin это язык общего назначения, просто Google включил этот язык, как официальный язык Android Studio, но, я считаю, вот я давал вам статью, что такое Kotlin, почитайте там, да, обалдеете, на самом деле, я простыми словами сказал, это следующий шаг развития Java, при этом Kotlin перегоняется Java, а Java в Kotlin, если вы будете изучать вот по такой вот методике, то вы однозначно придете к Java, Java все равно остается первым языком, да, в мире для написания приложений, хотя он сложный, но Kotlin самый достаточный, когда надо Java, да, допустим, перегнать там в iOS, да, написал для Android перегнать в iOS, пока нету там, да, и нет смысла писать для Kotlin, если проще подключить библиотеку Java и перегнать, а сам код, сами все это вполне возможно на Kotlin, и он развивается и развивается, но в любом случае, то есть всю мощь взял Kotlin, одно дело одна строчка кода, другая дело 40, то есть экономия времени, так вот они объяснили две вещи, PHP мы просто убираем тупо, да, хочешь человек писать, пиши, не хочешь, не пиши, живучесть языка зависит от платформы, вот Java, привязанная к платформе, да, C++, Windows, да, платформа, но тем не менее, если возьмешь те же продукты на PyKT, то в Linux их много, так вот, поэтому Kotlin, во-первых, привязан к платформе Java, во-вторых, является следующим шагом ее развития, а в-третьих, в-третьих, тоже привязан к платформе, будет он жить? Конечно, будет, ребят, и я описал там статью, почитайте в том, что в описании будет, да, то есть на Kotlin можно реализовать не только мобильное приложение, благодаря тому, что введен нуль, можно реализовать сайт, и сам сервер написать, и серверную часть, то есть полностью полноценный, крутой язык, короткий, но с возможностями и мощностью Java, ребят, ага-га, ой-ой-ой, так вот, в 2009 году языки переопределились, начали создаваться языки не для всего, а для конкретных целей, и если Go больше создан для проектирования крупных веб-систем, Google ее написал под себя, но теперь они обслуживают, Google будут переходить, да, и будут обслуживать в рамках одного языка, крут, просто, легко, дешево, удобно, Kotlin то же самое, я надеюсь, после этой информации вы будете думать, изучайте так, когда вы начнете изучать Python, вы получите очень мощную базу понимания объектно-ориентированного программирования, первое, второе, на Python можно написать все, что угодно, то есть найдете себя, что-то выстрелит, третье, все-таки машинное обучение, китайцы вон, видеонаблюдение по всему Китаю при помощи Python написали, ну, потому что работает на NumPy со скоростью C, второе, Kotlin, мы с вами ранее обсуждали, да, что Kotlin это мощнейший язык, ну, кроме того, чтобы выйти на уровень, о котором мы говорили, да, вот, совершенно недавно, DC, и тот, и другой язык поддерживают DC, то есть JavaScript, вот, покажу пример использования, да, вот, конкретный, вот, мы его используем, да, здесь в данном случае, просто, чтобы вы понимали, да, я это тоже буду затрагивать, АЯКС, все это будем в новом курсе затрагивать, вот у нас есть представление, да, а где оно, это представление, вот оно, это представление, я это использовал, вот, на этом сайте, здесь более сложного, что Дима Наг делает, да, это единственный сайт, в школе, где доступ на год, да, продвинутые обучения, и смысл такой, вот, смотрите, мы писали, мы писали, мы писали, мы писали, участников, да, я для себя просто думаю, надо же написать, да, писали, следовать, написали, писали комментарии, как контакты, отображали новости, да, комментарии, и так далее, да, то есть все, чтобы это все работало, это все организовано при помощи АЯКС, я потом буду рассказывать, я объяснял коротко, но это в курсах надо рассказывать, четкое понимание, так вот, Жанга, вот, просто, чтобы знали, да, по сути дела, мы, когда работаем с тем же АЯКС, да, данные передаются при помощи Джейсон, и мы себе готовим обслуживание, да, готовим вас обслуживание, то есть мы, по сути дела, написали несколько декораторов, и наша задача всего лишь в АЯКСе, при помощи стандартной функции Джанга, это я немножко вас углубляю, да, получить данные Джейсон, да, ну, по сути дела, я недавно объяснял парню, ну, сейчас это оставлю вопрос, да, там надо понимать четыре этапа, то есть, как Керри используется, в чем смысл самой функции, что, где используется, Джи Си, то есть, все это, все это будет чуть позже, просто я показал, что Джанга работает, очень хорошо умеет работать, и с АЯКСом, и с Джи Си, то есть, все крутые-крутые вещи, так вот, Джи Си вы так и так изучите, а на Джава хотите, не хотите выйдете, потому что, изучая Котлин, изучая Котлин, вы, в любом случае, будете пользоваться типы данных, практически как Джава, поэтому Джава, надо единственное, будет разобраться в ООП, но так как у вас будут наработки ООП, при изучении, уже хорошие с Пайтом, при изучении Пайта на Котлин, вы сможете уже ООП, на том уровне, которым я рассказывал ранее, то есть, к наследованию подходить не так, а в DC я открыл, а как тут наследование, посмотрел и пишет, все, то Джава, только разобраться, и все, дальше там, геттери-сеттери, все эти вещи, и погнал, погнал, ну и дальше добавляйте любые языки, вот будет вам задуматься, опять у нас не получилось подойти к Джанго, сейчас подойдем, надо было рассказать, хотел бы, чтобы вы вот отсюда стартовали, поэтому говорю, изучайте два языка, и так, алгоритм следующий, давайте повторю, начинаете проходить в школе, начинается все с сайта spb.ru, то есть, прошли, сайт потом поменяется, но пока этот, у вас, возможно, уже другой будет интерфейс, да, и после этого, сейчас у меня кажется, у нас гроза, интернет пропал, не, не пропал, spb.ru, spb.ru, получаете доступ, по урокам, прошли функции, как я говорил ранее, начинаете работать с практикой, поэтому, начинаете второй язык, все, а дальше еще, делаете приложение, само собой на андроид, делаете приложение, джанго, чтобы понять сервенную часть, вспоминайте, по рынкам мы говорили, и все будет окей, ладно, пока сохраню запись, давайте, со следующего урока продолжим, и все будет окей,